Ой, да ты капуста, здорова! Всем застоем в головах! В фестивале Ивановский капустник, который проводит Ивановский район в этом году, 5 лет. В пересчете на человеческий возраст уже не малыш, а крепко стоящий на ногах дошкаленок. Любит экспериментировать, веселиться и заводить друзей. Фестиваль взрослеет и каждый год дополняется чем-то новым. Здесь есть и традиционные наши фестивальные элементы. Это такой конкурс, как конкурс зеленых щей, кипите щи, чтобы гости шли. Это, в общем-то, бренд уже Ивановского района. В пятый год мы его пропагандируем, транслируем в другие регионы, возьмем этот фестиваль. Также сегодня здесь мы увидим множество просто блюд, приготовленных из капусты. Это в рамках конкурса «Капустный смак». Сегодня здесь очень широкая торговая площадка наших фермеров, фермеров региона, товаропроизводителей, различных групп, но, конечно, особенно сельскохозяйственных. И то, что касается, что впервые сегодня здесь мы сделали такой конкурс, как конкурс «Огородные пугало», «Модные огородные». Это тоже имеет отношение непосредственно к сельскому хозяйству, капусте. Кому чучело, а кому очень даже симпатичный компаньон для фото. И пока одни жители Ивановского района мастерили самых добрых пугал, другие варили самые вкусные щи. Коронное блюдо приготовили представители всех поселений муниципалитета. А вот щи очень вкусные, хорошие. Они с секретом. Мы туда свою любовь положили, грибочков добавили. Щи очень вкусные. Попробуете? Попробовать щи можно было буквально на каждом шагу. Свои фирменные рецепты есть даже у представителей отдельных профессий. Так как мы педагоги, представляем Буньковскую школу, конечно, у нас щи педагогические, особые, по старинному рецепту приготовленные. С тремя видами мяса. Вместо того, чтобы положить картошку, мы кабачок ложим, чтобы не растолстели. Ну и, конечно, душу вкладываем, потому мы педагоги. И щи у нас самые вкусные. Основа зеленых щей – щеница. Приготовить ее мог любой желающий, у кого достаточно силы. Рубить капусту в корыте – дело непростое. Какие секреты есть? Обязательно мы целиком кладем листы зеленой капусты, обязательно целиком кладем морковку, очень обидно солим. И затем добавляем ржатой муки для закваски. То есть, когда это все у нас порублено, мелко-мелко, долго рубим до мелкого состояния. Самые вкусные и наваристые щи выбирали народным голосованием. Кстати, Ивановский капустник в этом году вошел в топ-5 гастрономических фестивалей страны, которые проходят в октябре. А значит, щи в тренде. Курс на капусту выбран верно. Вот козы я родилась, почему не знаю. Вот поэтому капусты много я сажаю. Елена Белова, Денис Денисов, Артова Иванова.